Цены на природный газ стремительно падают. За счет этого в некоторых самоуправлениях уже снизились тарифы на тепло. В других краях тарифы изменятся с февраля. Но так повезло не всем. Для некоторых домохозяйств тарифы на тепло и газ останутся неизменными как минимум до мая. Кому повезло, а кому нет, расскажет Виктория Пушкила-Отто. Еще месяц назад цена газа за мегаватчас составляла 150 евро, а сегодня более чем в два раза ниже. Газ стоит менее 70 евро за мегаватчаст. Экономист банка Цитаделла Мартинш Аболинш такое падение цен объясняет сразу несколькими факторами. Во-первых, Европе удалось найти заместительных поставок от России, заместить другими источниками. Это сжатый газ в мировых рынках. Это Норвегия, это США. Это первый фактор. Второе, это то, чтобы потребление газа в Европе сильно снизилось в этом году. Это пришли 20%. То есть мы замешаем газ другими энергоносителями. Это уголь, это ветер, это другого вида ресурсов. Падение цен на газ на бирже отразится и на тарифах на теплоэнергию. Они станут меньше, но не у всех, а только у тех поставщиков тепла, которые заключили договор о покупке газа по биржевой цене. Это значит, что стоимость газа для них меняется каждый месяц. Если мы видим, что в начале января на бирже значительное падение, на пользователях это отразится в начале следующего месяца. Это значит, что мы можем ожидать, что в феврале тепловые предприятия будут к нам обращаться с рассчитанными более низкими тарифами. Цены на газ начали снижаться с середины декабря. В регуляторе отметили, что уже получили на утверждение от некоторых коммерсантов новые, более низкие тарифы. Регулятор уже оценил рассчитанные коммерсантами тарифы, которые снизились с 1 января. Цены на газ помогли снизить тарифы на тепло в Икштиле, Елгове, Лепа и в Саласпилсе. Сейчас коммерсанты опубликовали тарифы, которые будут в Сире с февраля. Там предусмотрено снижение тарифов в Алуксне, Айскраукле, Бабите, Вогрском крае, Даугавпилсе. Коммерсанты, у которых есть такая возможность, ее используют. А вот для клиентов Латвия с газой в ближайшем будущем ничего не изменится. Согласно давнему решению регулятора, тарифы этого предприятия пересматриваются два раза в год. 1 января и 1 июля. Поэтому с высоким тарифом, который в декабре прошлого года одобрил регулятор, клиенты Латвия с газой будут жить до конца апреля. А с 1 мая, согласно поправкам к закону об энергетике, регулируемый тариф больше не будет существовать. Продавцы газа и домохозяйства сами смогут договариваться о ценах. Если сравнивать с ценой, которая была до этого кризиса, все равно цена на газ 3-3,5 раза выше, чем это было нормально. Цена свежего довольно высокая, но риски того, что газа зимой просто не хватит, сильно уменьшились. При этом экономист Мартин Шабулыч говорит, что скачки цен на газ возможны и в будущем. Пока не ясно, как будет развиваться экономика.